Сегодня вечером, 18 февраля 2015 года, я вам хочу показать место, где лежали убитые люди 18 февраля 2014 года. Мне повезло, когда началось побоищее наступление Беркута, неизвестные люди скрыли меня в одном из ближайших домов и 15 минут самых страшных для тех, кто пребывал здесь, мне посчастливилось быть там. Но это осталось надолго в моей памяти, воспоминания именно не крови, а этого леденящего душу пришествия. После этого я выходил мимо дома офицеров из этой зоны. Там стояли люди, одетые в форму Беркута на мою просьбу, в связи с тем, что у меня есть документы и мне надо пройти домой, пропустить меня. Они с русским акцентом ответили «проходить, пожалуйста». Но мое лицо, видимо, отразило крайнее удивление, и после этого они были возбуждены, но они перестали говорить. И когда я поблагодарил за то, что они меня пропустили, они, отворачивая свои лица, кивали со следами улыбки на лице. Наверное, они были в оцеплении, я думаю, что они были не причастны к убийству тех людей, которые лежали на месте этого креста. Но, как потом мы выяснили из интернета, вот именно здесь были несколько тел, которых сразу не вывезли. На месте левее креста перед входом в метро была баррикада. Возле метро стояли беркутовцы, и когда проходила техника, они, как римские легионеры, с одобрительными возгласами били общиты. Это был такой стук, как кастрюли, но это кастрюли, наполненные человеческой кровью, видимо. Я стараюсь не говорить вам лишних слов, но вы должны понять, что это все было. И теперь, с каким удивлением мы видим по русскому телевидению, что все это придумано, что все это инсинуация. Я живой свидетель, потому что здесь было во второй половине дня, 18 числа. Дальше комплекс Национального банка Украины и комплекс зданий администрации президента Украины. Вот на этом перекрестке стояли прекрасные люди. Когда я их снимал, они строили баррикаду разного возраста, но в основном средних и преклонных лет. Я говорю, что мы не знаем, чем это все закончится, поэтому я ваши лица показывать не буду. Они мне ответили, вам нечего бояться. Это есть на тех видео, которые я уже разместил в интернете. Но воспоминания этого дня будут, видимо, проведены памятные мероприятия на государственном уровне. Они имеют название, кажется, промы негидности, это лучи достоинства. И после этого, дальше на втором плане за крестом, вы можете видеть часовню. Ее построили греко-католики и с западной Украины привезли большое распятие. Вот оно здесь установлено. Перед ним сейчас находятся фотографии убитых, которые известны, но есть и неизвестные. Люди, которых мы не знаем, но их имена знает Бог. Потому что многих вывозили. Мы помним жуткий кадр, когда человека с отрезанной головой проносили мимо Верховного Совета. До сих пор в интернете можно найти эти 13 или 18 секунд. По-моему, 13 точно, но может и 18 секунд этого ужаса. Вот, гостиница Украина, Крещатик находится справа, Дворец Свободы. А это подготовка к памятному дню. Основные мероприятия, как мне объяснили, будут 20-го числа. А сейчас будет пробное подключение освещения. И вот вы видите, люди, у которых в душе есть память и благодарность тем, кто отдали свои жизни на этом отрезке улицы Институтской, на Кровавом, можно так смело сказать, они здесь. Я здесь тоже сознательно. И скрывать этого не собираюсь. Но и говорить тем людям, которые ненавидят тех, кто боролся и погиб за свободу Украины, нет смысла. Поэтому я размещу данное видео в свободном эфире на моем канале. И надеюсь, что вы мне верите. Я вас прошу верить, потому что я вам не говорю того, о чем не знаю, чего не видел. Я это видел своими глазами, этот ужас. Вот. Поэтому будьте живы, здоровы.